Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире. Кабмин, перезагрузка. Сегодня в Раде очередной скандальный эпизод. В главной роли министр экономики Айварас Абрамовичус, который решил уйти в отставку и уйти громко. Своё заявление об уходе он сопроводил серьёзными обвинениями в адрес народного депутата. Кто стал камнем преткновения, что министр предъявил нардепу и как кто-то отреагировал. За сегодняшними выяснениями отношений в Верховной Раде наблюдала Екатерина Лысенко. В сессионные залы избранники заходят не спеша, зато успевают прочитать ленту новостей. И тут же первое. Кабмин решил покинуть министр экономики Айварас Абрамовичус. У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами. Эти люди имеют имена. Это Игорь Каноненко. Он сделал очень многое, чтобы блокировать мою работу и работу министерства. Вдобавок, пока еще министр попросил его немедленно уволить. Уже завтра. Но в блоке Порошенко вопрос об отставке на завтра ставить не спешат. Сначала чиновника зовут на заседание фракции. И тут же комментируют все обвинения. В последний раз я спілкувался с паном Абрамовичем до Нового року, когда он мне особенно благодарил за позицию фракции, когда мы голосовали закон про прозорие закупивли. Можливо, некоторые министры таким образом с хворой головы на здоровье хочут перекласти ответственность с собственной работы, с работы их команд, министерства на депутатах. Мы ждем ответа уряда. И таким образом, на мой взгляд, это уникнение от ответа, уникнение от ответственности. Многих в коалиции заявления министра удивили. В пропремьерской фракции не знают, что и делать. Можливо, мы будем запрошивать министра или экс-министра до разговора на нашу фракцию, потому что вопросы экономики надзвичайно важливые для нашей страны. Этот шквал негатива, политиканского плиткарства, все, что творится на вкоре уряда, в этой атмосфере эффективно работать неможливо. И поэтому некоторые министры подают в отставку. А в других фракциях большинства, где ждут, не дождутся правительственных итогов, уверены, такой фельдстарт – попытка избежать отчета. Почему-то мы про это узнали только после того, как фракция БПП вырешила какую-то часть высловить ему недоверие. А какой у него конфликт был с Сашей Боровиком? Почему он тогда промовчал, зная, что того просто выпихают из уряда? Ну, вы знаете, каждый заслуговывает на отношение к нему так же, как он выносится до других. Можу чётко засвідчити вам, как секретарь Комитета национальной безопасности и обороны, полностью провалена координация работы по подтверждению державного оборонного замовлення на 2016 год. Это вопрос именно находится в ведении Министерства экономики Украины под керевницей пана Абрамяевича. Заява Абрамяевича, министра экономики, есть закономерностью. Что, на превеликий жаль, подтверждает нашу гипотезу про неспроможность уряда. Кононенко не є причиною процесса, а причиною процессу є безвідповідальність управлінська. Оппозиция тоже настаивает. Сначала пусть отчитаются, потом уходят. Но помимо этого требуют расследовать все обвинения Абрамяевича. Заява Абрамяевича про відставку и про коррупцию свидетельствует скорейше про те, что так званий звід Кабинету Министрів – це фикция, про який сам Абрамяевича доповідати не хоче. Але ми дуже хочемо почути від нього більш детально про коррупцію в Кабинете Министрів України. Не должны ми відпускати этого человека. Пусть каждый из них отчитається, і каждим з ним должна заняться Генеральная прокуратура. Пока в Раде только бумажный отчет Кабмина. Депутаты изучают. Тем временем в зале пытаются голосовать. Правда, места нардепов через ряд пустых, а в повестке дня с десяток ратификаций международних договоров. В перерывах все фракции по очереди встречаются с Петом Коксом. Он в Києві, щоб поговорити о реформах українського парламента. Мы відверто сказали про те, що порушені права оппозиції, що немає закону в оппозиції, що оппозиція намагається виключити з життя для того, щоб влада була безконтрольна. І це біда для країни, тому що відсутність контроля над владою веде до узурпації, веде до погіршення в цілому ситуації політичної, економічної. А в сесіонному зале уже к обеду стало пусто. Короткий день. Бігством з поля боя назвав прем'єр заявлений об відставці міністра. Во время засідання правительства он заявив, на Кабмін і некоторих міністрів давят, і вони повинні увольнятися. Заверив, що захистить кожного. Я ціную оппозицію. Навіть всіх тих хлопців, які під політичним тиском змушені були написати заяви про відставки. Але я переконаний, що ми пройшли надто багато. І в цій ситуації відставка – це тікати з поля бою. А тут треба далі боротися. Так ми робимо помилки. Але при цьому ми робимо. Я буду захищати, як і захищав кожного члена нашого уряду. Це не бігство з поля боя, тому що боя ніколи не було. Була його імитація, в яку нас втягивали. Це цитата із поста в фейсбуці замміністра економіки Юлії Клименко, яка вслед за шефом заявила об уході з должності. В відставку подав ще один заміститель Абрамовичуса Максим Нефедов, заявив, що министерству всячески мешають проводити реформу. А вот як експерты оценивають заявлення глави Минекономразвития Абрамовичуса, послушайте. Якщо б не було цього скандала, Абрамовичи си бувшли з правительства. А вот сьогодні, в піддвері відставки, в связі з тим, що були заявлені плани об об'єдненні Міністерства економіки і в должності першого вице-прем'єра, Абрамович, мені кажеться, перешло в таку контр-атаку, політичну контр-атаку, питається, знаєте, так, грюкнути дверима. Це ігра на опереження, на упреждення відставки Абрамовича. А з іншої сторони, це свидетельство такої великої ігри вокруг будущої, можливо, відставки Кабінету Міністрів, вокруг формування нового Кабінету Міністрів. Причем, ця ігра не тільки внутрішня, вона і внешня ігра. Ця заява спрямована на те, щоб владна частина політикума вирішувала, в який спосіб вона буде виходити із непростої ситуації, коли вже доволі тривало їх звинувачують у корупції, у політичній корупції, економічній корупції. На возможну відставку Абрамовичуся отреагували і на Западі. Послы Євросоюза, Канады, США і європейських государств заявили о своєй позиції. В совместному заявлению вони підчеркивають, відставка Міністра економіки разочарована. Його команда достигла реальних результатів в воплощенні реформ. А українських политиков призывают оставить распри корыстные інтереси і сосредоточиться на преобразованнях в країне. І вже ближе к вечеру з Абрамовичусом встретился глава государства. По итогам разговора Порошенко розместив пост на своєй странице в Фейсбук. Президент напомнил, що сам пригласив Абрамовичуса в команду і считає, що він должен остатися на посту Міністра. А со своєї сторони Порошенко гарантирує йому полну підтримку. Абрамовичус, як написав президент, ушел думати. Що ж касається обвинений Міністра, то їх должно расследувати Національне антикоррупційне бюро. І бюро вже приступило к роботі. Глава ведомства Артем Сытник сообщив, Міністра допросят, як свідетеля, а зложенну їм інформацію проверять. Після того, як ми детально допитаємо, якщо він підтвердить свою заяву, викладить все, що він буде вважати за потрібне в протоколі допомога, потім вже будемо планувати розслідування, і відповідно робити якісь висновки щодо його тривалості. А пока в парламенті ждуть в своєї очереди ще 4 заявлення міністрів об увольнення. Глава Минздрава Александр Квіташвили уже полгода, як подав в відставку. Но Верховна Рада так і не собрала для этого необхідне количество голосів. Ще в декабрі о своєму ході заявили міністр інфраструктури Андрій Пивоварський і міністр інформаційної політики Юрий Стеть. І совсем недавно заявлений написав глава Минагрополітики Алексей Павленко. Отозвати свого міністра решила фракція «Самопоміч», которая не согласна з политикою Кабмина. Ще два кресла в правительстві пустують уже давно. Депутата ще полгода назад уволили міністра екології Ігоря Шевченка і вице-прем'єра Валерія Ващевського. Але на їх міста так никого і не назначили. 400 млн грн з бюджета потратили на обустройство стены між Україною і Росією. В Харківській і Чернігівській областях більшу часті кордони вже відгородили. Об цьому на днях отчиталися в Кабміне. Отчого защитит «Золотой забор» не на бумагі, а на деле, узнавала Лидия Калинина. Центр в пункте пропуска Гоптовка в Харківській області появился місяць назад. На больших мониторах – видео со всех камер наблюдения вдоль кордона. Их устанавливают на каждой стометровці границы. А на таврію не видишу. Нужно було добре побачити. Теперь, говорят пограничники, не надо круглосуточно патрулировать кордон. На любое движение реагирують датчики, врытые в землю. Вот на мониторах они зелёный, но при первом шагі рядом меняют цвет на красный. У нас в готовності група на виїзд в 5 хвилин. Выїжджають і, соответственно, проверять ли не державного кордону. Правда, попадаются в основному контрабандисты, которые пытаются строить мосты через ров. В начале года поймали нелегалов из Марокко. Они запутались в колючей проволоке. А вот местным жителям забор доставляет серьёзные неудобства. У некоторых ограждение прошло прямо по огородам. Поврезали, перетоптали проволоки. Это за то, что хотя бы части, ну, каждый потерял там по соток 5 огорода. Это всё-таки прибыль, жизнь наша. О более серьёзной защите от военного вторжения, ради которой и задумывался проект, речь пока не идёт. Опорные пункты вдоль границы только строят. Такие опорные пункты оснащены боевыми позициями, для того, чтобы при необходимости особый склад мог обороняться до прихода подразделя в Збройных сил Украины. О том, что стена от вторжения не спасёт, эксперты говорят с момента начала проекта. Для защиты территории Украины от вторжения вооружённых формирований он абсолютно бесполезен. Вот что есть, что его нет. Если уже выложили, что-то сделали, то надо провести по прошлому году ревизию, изучить количество, качество этих работ, сколько было потрачено денег. Не устоят специалисты говорить и о том, стоит ли тратить такие баснословные суммы на сооружения, которые способны защищать только от контрабандистов и нелегалов. В прошлом году на обустройство границы в Харьковской и Черниговской областях ушло около 400 миллионов гривен. Что касается 2016 года, то на данный момент предоставлено бюджетом, тем, который нам выделен, 200 миллионов гривен на 2016 год. Но сейчас мы еще ведем какие-то перемоги о увеличении этого финансирования. В нынешнем году пограничники надеются приступить к строительству стены в Сумской и частично Луганской областях. Об обустройстве кордона на неподконтрольной территории речь пока не идет. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Создать временную следственную комиссию по делу строительства стены требует нардеп Сергей Каплин. Сегодня он зарегистрировал в парламенте проект постановления. Каплин настаивает, правительство должно отчитаться, на что были потрачены сотни миллионов гривен. Все закончилось просто глобальной масштабной втратой денег. Вытрачены невероятные деньги, которые могли бы пойти, например, на лечение детей, на строительство того же самого Ахмадита. Но выбрали, в основном, такой шлях их втрат. Краски при таком строительстве или проектировании, они закинули эту справу. О проекте Стена Сергей Каплин говорил и на встрече с активистами тарифного Майдана. Сегодня здесь собирали передачу для бойцов в зону АТО. Это около 200 метров защитных маскировочных сетей. Их изготовили жители палаточного городка. Говорят, будут работать каждый день и в их планах отправлять такие посылки регулярно раз в неделю. В зоне АТО не утихают атаки боевиков. Из запрещенных минскими соглашениями тяжелых минометов они продолжают обстреливать Майорск и Зайцево под Горловкой. Неспокойные в районе Донецкого аэропорта, недалеко от разрушенного терминала, в поселке Опытное, сегодня работает Ярослав Кречко. Когда-то в Опытном жило 700 человек. Сейчас осталось в 10 раз меньше. Тут уже полтора года нет света, а само село похоже на руины. С крыш разрушенных домов в Опытном можно разглядеть терминал Донецкого аэропорта. Боец с позыным Герман рассказывает, именно с той стороны прилетают вражеские снаряды. Лариса одна из тех, кто до сих пор живет и даже держит хозяйство в поселке. Ее муж как раз прочищает дымоход, который завалило кирпичами после вражеских обстрелов. Крышу они залатали, продуктами помогают волонтеры и украинские солдаты. А вот с врачами проблема. Если плохо, кому-нибудь обращаемся к солдатам. Дорога, конечно. Там никакая скорая не пройдет. Это был жилой поселок с людьми, с водой, с интернетом, с садиком, со школой, с ДК. Ходил автобус сюда. Полностью инфраструктура была. Будь здоров. Родион до войны был депутатом местного совета. Говорит, теперь людям, которые все еще живут, здесь остается одно. Прячутся все. Я думаю, и солдаты тоже прячутся. Украинские военные рассказывают, днем интенсивность обстрелов ниже. А вот в темное время суток работает и запрещенная Минскими соглашениями техника боевиков. Со стороны аэропорта на взлетной полосе танк 3-4 выстрела и сразу уезжает, потому как боится, чтобы его не сбили. То есть он находится в зоне видимости. Больше интенсивнее стали его обстрелы пулеметы и гранатометы. Начали чаще использовать Минометы, которых не было там несколько месяцев. Не было вообще. Вражеские пулеметы возле опытного не утихают даже днем. Метео вышка. Сейчас будет. Сейчас может сюда прийти. Что у нас? 12-7 больно бьет. К таким звукам войны украинские бойцы в районе Донецкого аэропорта уже привыкли. Как и местные жители, которые уже понемногу стали забывать, каким их родной поселок был до войны. Ярослав Кречко, Вадим Ревун и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. 68 детей погибли на востоке Украины с начала конфликта. Еще 186 получили ранения. Большинство смертей в результате контакта с неразорвавшимися боеприпасами. Такие данные опубликовала международная организация Save the Children, которая занимается защитой детей по всему миру. В России сегодня прошло очередное заседание по делу Савченко. Надежду продолжили допрашивать после трехдневного перерыва. Что за таинственный свидетель появился в деле и как Савченко переносит длительную голодовку? Подробнее Дмитрий Еловский. В Донецке и Ростовской области сегодня снова слышали показания Надежды Савченко. Там проходил допрос. И вот-вот в деле должны появиться новые обстоятельства. Суд все-таки согласился допросить Дмитрия Маньшина, следователя по делу Савченко. Он может стать одним из важнейших свидетелей. У адвоката Николая Полозова есть основания полагать, что Маньшин – это на самом деле хороший друг помощника лидера боевиков ЛНР Евгения Коломийца. Есть запись, предположительно, их разговора, где они обсуждают задержание Савченко и называют якобы друг друга брат и братка. Однако защита Савченко не уповает на то, что доводы их будут услышаны в суде. Всем очевидно, что представленных доказательств защиты, показывающих исчерпывающим образом, что Надежда Савченко не причастна к гибели журналистов, в любой нормальном суде было бы достаточно для ее оправдать и для прекращения дела еще до вынесения приговора. Ну, сама Надежда, как говорят ее защитники, чувствует себя неважно. Отразилась в здоровье длительная голодовка. Она по-прежнему отрицает все обвинения. Единственное, что бы я никогда не могла, это наводить огонь на безоружных людей. Я солдат, а не убийца, повторяю это еще раз, для обвинения и для суда. Не могла наводить на людей, беженцев, людей без оружия, даже если бы они были врагами. Нет оружия, нет боя. Стреляют в меня, стреляю я в ответ. Адвокаты считают, что, скорее всего, вердикт появится уже до конца февраля, ну или в первой декаде марта. Дмитрий Иловский, Виталий Коваленко. Подробности. Московское бюро. Телеканал Интер. Столичные каникулы. Один из бывших лидеров, так называемый ЛНР, засветился в Киеве. По городу Сергей Корсунский спокойно перемерчался в Лексусе. Где незваного гостя застали активисты, узнаем от Елены Механик. Здравствуйте. Как захватывалась СБУ в Луганске, расскажите. Да, нам очень интересно, как вы с Валерием Болотовым захватывали. Может, расскажете. Это видео активисты сняли накануне днем в одном из кафе в центре Киева. Мужчина в синей кофте Сергей Корсунский. Луганчанин. На этих кадрах он же уже в камуфляже. По правую руку от террориста Валерия Болотова. ЛНР организовывалось именно, начиная с него и Болотова. Это заместитель Болотова. Это командир армии Юго-Востока. То есть, есть интервью, где они четко рассказывают, что в их подчинении там чеченцы, афганцы, офицеры, опытные бойцы. Почему вы покинули Луганск? Можете сказать? Мы уехали, потому что там началась война. Уехали с семьей. У меня ребенок маленький, трудной, поэтому мы уехали. Вы против военных детей? Вы против военных детей? А почему с Валерия Болотова, захватчиком Луганского СБУ, Луганского АДА общались, делали совместные пресс-конференции? Я так и не делал. Условия даже те, которые он предлагает, они нам не приемлемы. Там взять оружие, там, и мы вас за это простим, там, и не подходим. Активисты выяснили, Сергей Корсунский не просто наездами в столице. Он снимает здесь жилье и ведет бизнес. В подтверждение того, что перед законом чист, демонстрирует вот эту бумагу. Если к нему появляются какие-то претензии, он показывает эту бумагу, говорит, что невиновен. Вот, там, подписано каким-то полковником, заместителем начальника Луганского областного РУВД, который находится в Северодонецке. На самом деле, это справка о несудимости. В МВД скандальную историю не комментируют, несмотря на наш запрос. В СБУ пока тоже. Пообещали прокомментировать в ближайшее время. В итоге, Сергей Корсунский вместе с женой и ребенком беспрепятственно ретировался. Елена Механик, Андрей Кузнецов, подробности, телеканал «Интер». 110 миллиардов евро потеряет экономика Евросоюза в результате введения пограничного контроля в шенгенской зоне. Это прогноз французского агентства стратегического планирования. Сейчас документы проверяют на границах шести стран шенгена, в том числе и Германии, которая принимает большую часть беженцев. Сами же немцы обеспокоены грядущими мероприятиями в Кельне. Чего они опасаются, узнаем у Татьяны Лагуновой. Новый миграционный пакет правящая коалиция разработала еще на прошлой неделе. Сегодня его одобрило правительство. Основные пункты таковы. Марокко, Тунис и Алжир признаются безопасными странами происхождения. Просьбы о предоставлении убежища от беженцев из этих стран теперь будут рассматривать в ускоренном порядке. И в большинстве случаев отказывать. Есть нововведения и для мигрантов из Сирии и Ирака, которые получат право на временное жительство в Германии. Свои семьи они смогут перевезти не раньше, чем через два года. Интеграционные курсы должны будут частично оплачивать из своего кармана. А еще их обяжут не покидать зону ответственности миграционной службы, которая обрабатывает их документы. Новый миграционный пакет вступит в силу не раньше, чем через месяц. Его еще должны одобрить Бундестаг и Бундесрат. Но это скорее формальность, необходимая для утверждения голоса есть. Впрочем, сейчас внимание немцев приковано не к столице, а к Кёльну. Завтра там начинается карнавальная неделя. Для города, который пережил масштабные новогодние беспорядки. Настоящее испытание. Во время карнавала смена полицейского будет длиться 12 часов. Например, завтра на дежурство выйдут 2000 стражей правопорядка. Это вдвое больше, чем в прошлом году. В усиленном режиме полицейские работают уже неделю. Они ездят по приютам для беженцев в Кёльне и соседних городах. Проводят ликбез и раздают брошюры с карнавальными правилами. Главное не приставать, много не пить, не воровать. Необходимость информирования очень велика. Это важно и для немцев, и для беженцев. Наша цель – рассказать им, что происходит на карнавале и как они должны себя вести. Эта брошюра, кстати, уже стала причиной дипломатического мини-скандала. Посол Хорватии в Германии заметил, что в карнавальной памятке, которую раздавали в одном из городов, правила были переведены на хорватский язык. Дипломат потребовал прекратить раздачу брошюр, мол, в Германии нет беженцев из Хорватии. Распространители отказались и ответили послу. Кроме хорватского, в памятке использованы также турецкий, французский, русский и английский языки. Чем больше, тем лучше. Затем Лугунова, Павел Лысенко. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». Президент США Барак Обама сегодня впервые за годы своего президентства посетил американскую мечеть. Что означает этот жест? И повлияет ли президентский хадж на антимусульманские настроения в Соединенных Штатах? С подробностями наш собственный корреспондент в США Тихон Дзитко. Барак Обама посетил мечеть Маджид Аль-Рахман в городе Балтимор. Это примерно в часе езды от Вашингтона. Мечеть в этом городе – одна из старейших в США. Она была построена почти 50 лет назад. Сегодняшний визит Обамы не случайен. Мусульмане в США составляют около 1% населения после теракта в калифорнийском Сан-Бернардино. Несколько мечетей в США подверглись нападениям. Но чаще звучат словесные нападки. Как заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, в последние недели доносится много оскорбительных реплик со стороны политиков из республиканского лагеря. В отношении мусульман и президент Обама своим посещением мечети хочет продемонстрировать неприятие подобной риторики. Речь в первую очередь идет о Дональде Трампе. Скандальный бизнесмен, один из лидеров президентской гонки, вскоре после терактов в Калифорнии, высказался за то, чтобы запретить въезд в США всем мусульманам. Пресса и политическая элита осудили Трампа за это предложение, однако оно нашло поддержку многих его сторонников. Но тем временем в США получило развитие другой сюжет, связанный с дискриминацией. Американское подразделение автомобильной компании Toyota обвинили в расовой дискриминации и обязали выплатить почти 22 миллиона долларов в компенсации некоторым клиентам. Это темнокожие американцы и американцы азиатского происхождения, которые по сравнению с другими клиентами были вынуждены платить по завышенным кредитным ставкам. Компания пообещала исправить ситуацию, хотя обвинения в дискриминации в Toyota отвергают. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Жатва Гиппократа. Кого обложили данью сотрудники Одесского медуниверситета? Прикарманенные деньги, за что полицейский вымогал 30 тысяч долларов у полтавского фермера? Опасные связи в США зафиксировали первый случай передачи вируса ЗИКа половым путем. Кадровые перестановки. Петр Порошенко сегодня назначил нового губернатора Киевской области. Максим Мельничук сменил на посту Владимира Шандру, который на днях написал заявление об увольнении по собственному желанию. Теперь Шандра станет советником президента. Что же касается нового главы Киевской области, по образованию Максим Мельничук, доктор биологических наук, в 2010-2011 годах занимал пост замминистра аграрной политики. А вот вокруг кадровых ротаций в Кировограде разразился настоящий скандал. Там уволили начальника областного управления юстиции. Кого поставили на его место? Кому удобна новая кандидатура? И почему Минюст не торопится комментировать эти громкие перестановки? Разбиралась Елена Брынза. Полгода областное управление юстиции возглавлял Виктор Кондратюк. Человек профессиональный и принципиальный. В конце 2015-го его уволили по распоряжению Минюста. Причина формальная. Не прошел испытательный срок. А буквально через неделю пришло новое распоряжение из того же Минюста. Назначить первого зама Артема Мамченко. Ему 35 лет, член Народного фронта. Карьеру начинал, как обычный нотариус. Виктор Кондратюк уверен, его уволили незаконно. Отписка из Министерства юстиции, по которой его сняли с должности, ничего не объясняет. Теперь Кондратюк пытается доказать свою правоту в суде. Что же касается Мамченко, он человек в городе небезызвестный. А конфликт и установление собственных правил – дело обычное. Не так давно Мамченко открыл нотариальную контору на первом этаже жилого дома. Вход с улицы. Вроде все законно. Вот только сосед по офису, правозащитник Игорь Погаси, попасть к себе уже не может. Вход заблокирован. Мало того, Погаси утверждает, что группа поддержки Мамченко его избила. А на скамью подсудимых сел он. За Мамченко тянется шлейф криминальных проваджень. Семь из них зарегистрировано, в которых он либо является причетным, либо непосредственно подозреваемым. О каких реформах, о каких изменениях можно идти речь, когда само министерство нарушает и показывает обществу пример беспринципного поведения. Мы попытались связаться с Артемом Мамченко. Трубку взял его родственник. Сейчас я его наберу, перелом. Хорошо. Спасибо большое. Да, буду ждать. Телеканал Интер, да? Да, телеканал Интер. Но нам так никто и не перезвонил. Не удалось пообщаться с Мамченкой на рабочем месте. Дальше проходной нас не пустили, а секретарь сообщила. Начальник болен. Как давно? Информация секретная. Видимо, не готовы ничего комментировать и в министерстве юстиции. Мы отправили запрос с просьбой объяснить кадровые перестановки в управлении Кировоградской области. Но ответа не получили. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интер Кировоград. Бесплатно, но за деньги. В Одессе в университетской клинике выставляли пациентам счета. Большая часть доходов шла в карман начальства. Об этом сообщает СБУ совместно с прокуратурой. По их данным, бизнес организовали руководители местного медицинского университета и Института стоматологии Академии наук. Они якобы открыли даже специальный благотворительный фонд, куда стоматологи перечисляли свой незаконный заработок. Месячный оборот трех клиник, по информации СБУ, составлял полмиллиона гривен. В самом университете дело называют сфабрикованным. И уже завтра готовы предоставить журналистам всю информацию по этому вопросу. До 12 лет тюрьмы грозит полтавскому полицейскому. Погорел майор полиции на взятки в 30 тысяч долларов. Замначальника отдела защиты экономики вымогал деньги у местного предпринимателя. Взамен обещал закрыть глаза на мехинации в конвертационном центре. Сотрудники СБУ сначала задержали посредника, а затем и самого майора. Сейчас они оба находятся в СИЗО. Ответы от министров ждут и дальнобойщики. И даже грозят к обмину протестами. Что может привести десятки грузовых фур на улицу Грушевского, расскажет Елена Зорина. Пропускной пункт трава русская. Водитель, как и его коллеги, боится показывать лицо, надеясь все-таки проехать. Он из Голландии хочет провести в Киев розы с прошлого четверга. А у этого дальнобойщика цветы в вазонах. И он тоже уже не первый день на таможне. Глушить машины нельзя, чтобы растения не пострадали. Эти кадры мы сняли в понедельник. Тогда же таможенники уверяли, машины практически сразу пропустят. Как такой проблемы тут вообще нет. И просто действуются митные формальности. Так, конечно, это товар, который быстро высоется. Кто за это будет тогда ответить? Вот скажи. Ну, я не могу вам сказать. Ну, повернуть все. Им уже просто выкинуть их. Пропустили дальнобойщиков только к утру вторника. Но даже увядшие розы довезти в столицу не удалось. Половину потребовали оставить. Вскоре у международных перевозчиков может еще проблем добавиться. Ведь действующие лицензии нужно поменять. Так решили в парламенте еще в прошлом году. А в Кабмине дали два месяца, чтобы получить новые документы. Экс-министр транспорта Евгений Червоненко за лицензирование. Его компания одна из самых крупных перевозчиков в Украине. Только он сомневается, что все будет прозрачно. Опять будет коррупция. Получают лицензии или едут без лицензии. Те, кто едут без лицензии, договариваются с транспортной инспекцией, которая практически не работает. Напиши на денег, что у меня проходит медконтроль. Выдавать новые лицензии начали только на этой неделе. Хотя должны были еще в декабре. Перевозчики требуют продлить срок. Ведь это колоссальные убытки. Иначе грозятся прийти к Абмину с протестами. 19 февраля заканчивается срок обмена. А такое решение, это для начала, по-моему, 7 тысяч гривен штраф, а дальше, по-моему, 38 тысяч штраф. Штрафов действительно не избежать, подтверждают чиновники. И признают, в срок принять документы у всех не успеют. Враховывая стыслые термины, мы считаем, что этот термин будет продолжен на 4 месяца. Есть четкая позиция Министерства инфраструктуры. Я думаю, что она будет поддержана Кабинетом министра. На заседании правительства сегодня якобы о перевозчиках должны были вспомнить и сроки выдачи новых документов продлить. Вопрос на повестке дня появился, но до вечера к нему так и не дошли. Елена Зурина, Олег Решетняк, Кристина Гошенко, Валентин Белич и Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. В апелляционном суде Киева сегодня весь день слушали дела Геннадия Корбана. В первой половине дня адвокаты настаивали, судебное разбирательство должен вести не Днепровский суд, а Печерский, поскольку именно здесь их подзащитному избрали меру пресечения. Но это ходатайство отклонили. После обеда защитники, в который раз пытались оспорить решение об изменении меры пресечения Корбану, с домашнего ареста на содержание подстражей, считают, что судья вынес такой вердикт незаконно. В итоге заседание перенесли на 8 февраля, тогда же заслушают сторону обвинения и свидетелей. А в Печерском суде сегодня решали, изменять ли меру пресечения Денису Полищуку, одному из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Олеся Бузины. Каков вердикт, узнаем у Елены Митясовой, она с нами на связи. Лена, здравствуй, что решил суд? Наталья, добрый вечер. Печерский суд Киева смягчил меру пресечения Денису Полищуку, которого подозревают в убийстве украинского журналиста и публициста Олеси Бузины. С круглосуточного домашнего ареста на частичный. Теперь находиться дома он должен с 10 вечера до 6 утра. Напомню, на прошлой неделе суд Киева смягчил меру пресечения. И Андрею Медведько, также подозреваемому в убийстве журналиста. Так как и Полищуку, с круглосуточного домашнего ареста на частичный. Находиться дома он должен с 7 вечера до 8 утра. Подвижек расследований резонансного преступления, как и прежде, нет. И, как известно, досудебное расследование продлили еще на полгода, то есть до лета. Студия. Спасибо, Лена. Елена Митясова об изменении меры пресечения Денису Полищуку, которого подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины. Взрывоопасный Львов. В полицию города вторые сутки поступают анонимные сообщения о минировании. Что угрожали взорвать сегодня и какие еще города накрыло волной электронного шантажа, узнавала Кристина Гошенко. Спальный микрорайон Львова – Ресное. Правоохранители ищут взрывчатку. Сегодня в супермаркетах Сильпо. Утром на электронную почту СБУ пришло анонимное сообщение. Магазин заминирован. Но какой именно? Специалисты выехали сразу в 10 супермаркетов. Людей эвакуировали. Те не паникуют. Говорят, таким сообщением уже не верят. Если человек хочет сделать пакет, то вам так сделают пакет, что вы не будете знать. А тот, кто хочет заменовать, он вам не признается никогда. Волна лжиминирований накрыла Львов вчера. Взрывчатку искали сразу в 10 барах и кафе с особым пристрастием в ресторане «Прага». Это заведение уже, которое день подряд угрожает подорвать, если его собственники не переведут на указанный счет 10 тысяч гривен. Взрывоопасных предметов, конечно же, не нашли. Правоохранители выяснили, что вчерашние сообщения были отправлены из Луганской области через российский почтовый сервер «Яндекс». Автора сегодняшнего письма ищут. Правоохранители выяснили, что связаны между собой эти два сообщения, которые подошли на электронные скринги. Взрывчатку сегодня искали также в Киеве, на железнодорожном вокзале, в Ивано-Франковске, в нескольких отделениях банка и в Тернополе, в здании обладміністрации. Все сообщения анонимные тоже пришли по электронке. Взрывоопасных предметов нигде не обнаружили. Теперь полиция ищет лжеминеров. Кристина Гошенко, Жанна Дучак, Юрий Голубенко. Подробности. Телегонал Интер. Львов. Тернополь. Организация Объединенных Наций призывает правительство не закрывать контрольно-пропускной пункт Зайцево в Донецкой области. Это может создать серьезные гуманитарные проблемы и подвергнуть опасности жизни жителей прифронтовых территориях, говорится в заявлении координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине Нила Уокера. В организации напоминают, что в таких случаях государства обязаны открывать новые безопасные коридоры для передвижения людей. Напомню, пункт Зайцево решено закрыть с сегодняшнего дня из-за участившихся обстрелов со стороны боевиков. И сегодня боевики обстреляли позиции украинских военных в районе Красногоровки. Использовали в том числе и запрещенные минскими соглашениями минометы. Об этом говорят в штабе сектора М. Также противник вел огонь по армейцам вблизи Новомихайловки. Там и побывал Вениамин Трубачев. Картофель, морковь, консервы. Все эти продукты для солдат складывают в кузов грузовика. Самое вкусное обычно передают родственники и волонтеры. Все эти продукты везут на передовую. Дорога идет фактически по линии фронта. И засада может быть в любом месте. В основном позиции украинских военных на передовой находятся, что называется, в полях. И добраться к ним весьма проблематично. Везде болото и проехать можно только на грузовике. Легковушка просто утонет, да и ездит здесь не очень безопасно. Периодически стреляют. Вдали слышно несколько взрывов, но не видно, кто и куда стреляет. Едем еще полчаса и дорога заканчивается. Дальше уже минное поле. За этой посадкой чуть дальше находится населенный пункт Еленовка. Его контролируют сейчас боевики. Вот накануне диверсионная группа противника подошла сюда и открыла огонь по украинским позициям. Первым принял бой Георгий. Он в это время находился на посту. Боец говорит, что боевики действовали тактически грамотно. В результате и вторая группа вынуждена была отступить, но вскоре боевики снова предприняли попытку штурма. Все эти боевые действия происходили ночью. В таких случаях выручают тепловизоры. Обстрелов из минометов и артиллерии сегодня не было. Но если начнут падать снаряды, укрыться есть где. Оборудованные огневые точки и блиндажи. Автомат все у нас под рукой. Я все блиндажем выручаю. Вот автомат есть. Заражаем тренировки на улице. На улице вот каска есть. Вот каска. Он находится тоже. А возле блиндажа командира повесили даже пустой огнетушитель. Используют его как колокол. В случае тревоги командир ночью выходит и дает команду. Тихонько, чтобы никто не слышал. И побежали на сепару. Бегать пришлось и сегодня вечером. Постовой снова заметил движение противника. Вениамин Трубачев, Игорь Сюли и Александр Ковтун. Подробности телеканал Интер. Новомихайловка. Донецкая область. В Израиле опасаются обострения конфликта с Хамас. Террористы снова роют тоннели на территорию еврейского государства. Что предпримут израильтяне, расскажет Сергей Ауслендер. На израильском юге, в зоне, граничащей с сектором газа, жизнь на первый взгляд течет спокойно. В поселках работают школы и детские сады. На полях трудятся рабочие. Обстрелов нет уже давно. Лишь вдоль границы периодически пылят патрульные бронетранспортеры. Но те, кто живет у границы, хорошо понимают, насколько обманчиво это спокойствие. Отсюда, с наблюдательной вышки, территория анклава просматривается прекрасно. Вот ближайшая линия деревьев примерно, это граница, а дальше начинается сектор газа. Пересечь это поле незамеченным практически невозможно. Но, увы, весь этот прекрасный вид бесполезен. Потому что на нынешнем этапе террористы планируют начинать войну из-под земли. Обстановку в приграничной зоне сейчас можно описать одним словом. Копают. Жители приграничных поселений жалуются. По ночам слышат звуки подземных работ. Во время последней операции «Несокрушимая скала» полтора года назад армия разрушила большую часть тоннелей. Хамас теперь террористы хотят их восстановить. Угроза тоннеля – это основная причина того, что люди уезжают отсюда. Уезжают из предлежащих Ибутсаха и стараются перебраться даже где-то вот здесь, может быть, я не знаю, в районе Сдероток. Не совсем далеко отсюда, но все-таки подальше немножко от забора. В Хамасе и не скрывают, что прокладывают подземные ходы на израильскую территорию. Накануне, во время подземных работ, там погибли сразу 10 боевиков. Из-за дождей тоннели периодически рушатся, погребая под собой террористов, но это их не останавливает. В правительстве успокаивают. Армия следит за ситуацией, сообщения о подозрительных шумах проверяют. Армия и службы безопасности делают все возможное. Хочу предупредить, если мы подвергнемся нападению через тоннели, наш ответ будет сокрушительным. Впрочем, подобные уверения служат слабым утешением для жителей Юга, особенно после заявления комиссии по госконтролю. Она признала, что у государства нет эффективной системы обнаружения подземных тоннелей. Деньги на ее разработку даже не предусмотрены в бюджете этого года, хотя подземная угроза признана одной из самых серьезных. А это значит, что единственным способом ее устранить остается военная операция. Армии придется войти в газу, обнаружить откуда идут тоннели и разрушить их. Сергей Услендер, Алена Боярская. Подробности телеканала Интер. Граница Израиля и сектора газа. Аптечный сексизм по-британски и изгнание злых духов по-японски. Об этом и не только в нашем обзоре. Люксембург намерен добывать полезные ископаемые на астероидах. Цель амбициозного звездного проекта – поиск редких минералов на околоземных орбитах между Землей и Марсом. По приблизительным подсчетам ученых, существует по меньшей мере 12 тысяч астероидов, где есть платина, вольфрам, железо и никель. А это триллионы долларов прибыли. Впрочем, сам проект тоже не из дешевых. На него могут понадобиться десятки миллиардов. Поэтому запустить проект маленькой европейской стране будут помогать две мощные американские корпорации. Более 100 тысяч пассажиров застряли на вокзале китайского Гуанчжоу. Из-за снега и гололеда там уже второй день задерживают и отменяют поезда. Местные власти объявили второй уровень опасности. Правоопорядок обеспечивают 2500 полицейских. В Поднебесной сейчас так называемая внутренняя миграция. В преддверии китайского Нового года его отмечают 8 февраля. Местные жители спешат домой. Популярная британская сеть аптек изменит цены из-за обвинений в сексизме. Все из-за петиции, которую подписали более 42 тысяч клиентов. В ней отмечается, что женский крем для глаз или одноразовые бритвы дороже, чем мужской аналог. В аптеке пообещали, цены пересмотрят. Правда, только на те товары, которые производит сама сеть. Американский серфер сорвался с 12-метровой волны. Том Досланд не смог удержаться на гребне из-за сильных брызг. Некоторое время он свободно летел вниз, но остался цел и невредим. А вот его доска разбилась в дребезги. Соревнования проходили возле Гавайских островов, где из-за шторма Эль-Нинья образовались гигантские волны. В Японии сегодня изгоняли злых духов. Для этого в токийском храме собрались более 70 тысяч человек. Ритуал проходил довольно весело. Участники бросали соевыми бобами, выкрикивая «Счастье в дом, черти вон!». Японцы верят, что вся нечить после этого непременно должна обратиться в позорное бегство. Тем же, кому посчастливилось поймать пакетик сои, улыбнется удача. Метание бобами традиционно проходит в преддверии весны. Вирус ЗИКа. Ученые выяснили, инфекция передается не только с укусом комаров, но и от человека к человеку. Теперь донорскую кровь не принимают у тех, кто недавно побывал в Латинской Америке. Что это? Новый ВИЧ или новая Эбола? Расскажет Оксана Кундеренко. Не просто тревожный звоночек. Серьезная глобальная угроза. Вирус ЗИКа отныне передается половым путем. Житель Техаса заразился от партнера, который привез ЗИКу из Венесуэлы. Местные медики официально подтвердили тот факт, что оба больны. И это выводит вирус на новый уровень опасности. Раньше лихорадку переносили только комары в жарком и влажном тропическом климате. Теперь под угрозой все континенты. В случае с вирусом ЗИКа мы не можем утверждать, как долго человек является носителем инфекции. Но уникальность в том, что вирус передался от человека к человеку. Мы изучаем этот случай. Главный очаг эпидемии сейчас Латинская Америка. Бразилия объявила общенациональную тревогу. Там зафиксировали более миллиона случаев заражения. Всего в этом регионе 4 миллиона носителей вируса. Потенциальная угроза существует не только для Латинской Америки, но и для Африки, и для Азии. Именно здесь нужно усиливать меры безопасности. Весь мир должен срочно бить тревогу. Даже Олимпиада под угрозой. Летние игры в Рио-де-Жанейро могут пройти без туристов и некоторых атлетов. Не каждый рискнет отправиться туда, где эпидемия в разгаре. Мы пытаемся выиграть войну против комаров, а еще помочь тем женщинам, которые пострадали. Мы сможем справиться с этой проблемой. Гостям Олимпиады нечего бояться. Вакцины против вируса Зика нет. Ее обещают разработать через пару лет. Но общедоступным лекарство станет не раньше, чем через лет 10. Пока же ученым под силу только быстро выявить вирус. Это простой экспресс-тест. Для него нужно всего пару капель крови. Капаешь на бумагу и сразу видишь результат. Тест также можно отправить врачу по почте. Зика опасна только для беременных женщин. Дети рождаются с аномально маленькой головой и неразвитым головным мозгом. Каждый из таких случаев уникален. Одни пациенты заканчивают обычной школой и имеют лишь небольшие отклонения в развитии. Другие не способны ни ходить, ни говорить. В панике женщины делают аборты или откладывают беременность, пока эпидемия не пойдет на спад. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Подробности UA. Это наш сайт, где информация обновляется постоянно. Я прощаюсь с вами до завтра. Хороших вам новостей и до встречи.